здравствуйте друзья очень рада видеть вас у меня на канале сегодня я вам хочу показать как сделать вот такое панно и самозадвертевающей массы набросала рисунок деревом тарелку затянула встреч пленку и буду делать на ней можно делать и на ровной поверхности но мне хотелось чтобы были округлые края самозадвертевающая масса даст очень нравится мне с ней работать она пластичная приятная немного липнет к рукам но это ничего страшного массу разминаем хорошо и раскатываем блин по диаметру тарелки толщиной где-то 0 5 сантиметра можно потолще лишние края просто обрываем и краешки загибаем вовнутрь где-то я их надрывала чтобы как бы такой треснутый край получился и особо здесь стараться не нужно чем не ровнее тем будет смотреться интереснее прикрываем большую часть влажной тряпочкой потому что масса быстро подсыхает а нам это не нужно потому что когда немножко край схватится подсохнет уже проблематично будет что-то рисовать рисую корни свободные места от дерева я забиваю точками то есть на оставшемся на всем пространстве я делаю точки рисуем дальше дерево крону вообще работа очень быстро и легкая если вычесть то что у меня масса сохла сутки я час потратила вот чтобы раскатать чтобы нарисовать дерево и час потратила на покраску но панно получилось такое похожее на чеканку так что я делаю вот и все и все и все и все и все Купила я еще кулончик в виде листочка, но он такой мелкий, что я его приклеила на суперклей к деревянной палочке, чтобы делать оттиск. И ручка у меня была такая маленькая, она тоже по форме цветочка. Вот листочек, ручечка. Делаем просто оттиск. Делаем просто оттиск. И опять делаю точки на все свободные от дерева места делаю точки. Вот у меня масса высохла. Она легкая, но в то же время прочная. Окрашиваю черной акриловой краской. Но у меня не совсем она черная, в смысле не готовая краска. Я смешала белую акриловую с черным колером. Она получается такая жидковатая. Но как раз то, что нужно, чтобы она попала во все углубления. Нужно обязательно все хорошо прокрасить. Все панно закрашиваем черным цветом. Теперь я покрываю на один раз акриловым лаком. Чтобы потом, когда я буду добавлять другие цвета, и когда бы я его покрывала лаком, это панно, колерованная краска, она под лаком начинает течь. То есть у меня бы просто получилась грязь. Она бы смешалась с другими красками и получился бы такой грязный цвет. Поэтому, если вы мешаете с колером, лучше покрывать лаком. Сейчас я добавляю другие цвета. Я добавила бирюзовый, добавила темно-зеленый и желтенький цвет. Излишки также убираем просто влажной тряпочкой. С лакой это тоже очень легко все удаляется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С окрашиванием я закончила. И теперь снова покрываю акриловым лаком на один раз. Полностью панно и лицевую сторону, и обратную сторону. Стараемся, чтобы лак попал во все углубления и в то же время, чтобы не было сгустков лака, чтобы он лег ровным тоненьким слоем. Поэтому кисточкой возвращаемся в углубление и излишки убираем. Теперь завершающий этап покрываем воском бронза. Воск такой волшебный. Сразу такая красота получается. Мне вот удобнее пальцем покрывать, но можно кисточкой. Кому как. По краешкам панно я прошлась как бы на два раза воском, чтобы они смотрелись поярче. И все, наше панно готово. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо вам за комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам за просмотр.